Всем большой привет! Меня зовут Оля, это мой канал о вязании. Я вас очень рада здесь приветствовать. Сегодня будет видео с ответами на ваши вопросы. Давно уже не было таких роликов. У нас такая сегодня необычная локация. Последний раз я снимала здесь видео год назад. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы видео было таким более личным, более таким уютным, поэтому мы находимся в спальне. И я думаю, что видео, наверное, будет в двух частях. Вот. И заваривайте себе чай, кофе, берите вязание, печеньки и давайте поболтаем. Думаю, что видео будет долгим. Я потому что хочу постараться ответить на все вопросы. В инстаграм я выкладываю фотографию, в которой я просила задавать мне вопросы. Кстати, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то подписывайтесь. Байо или Каск. Это мой инстаграм с моими зверятами. О какой книге идет речь? Я что-то пропустила. Речь идет о книге, которая у меня вышла совсем недавно. Моя книга с мастер-классами. Она называется Амигуруми. Милые зверушки, связанные крючком. Я недавно сняла видео, где я показала все игрушки, которые в эту книгу вошли. Большое вам спасибо за ваши поздравления, ваши теплые слова. Мне очень-очень приятно. Вот. Так что да, речь идет про эту книгу. Ссылочку на это видео я оставлю тоже под видео. Почему вы многие мастер-классы не снимаете, а переносите описание в книгу? Ведь просто не у всех есть возможность приобрести эту книгу. Я уже здесь ответила, что глобальный вопрос тогда, зачем вообще пишутся книги. И ведь все же можно выложить бесплатно. И зачем вы получаете зарплату на своей работе? Ведь можно же работать бесплатно. Может, я на вопрос ответила. Так, так, так. Привет. А вы тоже не можете устоять от покупки какой-нибудь вещицы, которая только может быть и когда-нибудь дополнит фото? На самом деле, я для своих фотографий использую обычно те предметы, которые я и так использую. То есть, у меня, как правило, нет каких-то специальных предметов для съемки. Что я использую в фотографиях? Это какие-то моточки нитей, это инструмент для вязания, ленты, кружева, кусочки ткани, открытки, крафт-пакеты. Это, кстати говоря, открытки. Открыткам у меня какое-то особое теплое отношение. Я обожаю открытки. Из путешествий я всегда привожу именно открытки вместо магнитиков. Вот поэтому, если я вижу красивые открытки, то я их покупаю. Потом я с ними фотографирую работы. И, как правило, эти открытки я отправляю в посылках вместе с заказами. Вот, поэтому ничего другого особенного я не покупаю. Но очень часто я, например, листья собираю. Вот сейчас был такой красивый период. Желтые, красные листья. Это было, наверное, очень забавно наблюдать, потому что я такая взрослая тетя шла и вот реально собирала листочки. Желтые, красные, очень красивые. И я это потом все засушиваю, тоже для фотографий использую. Также это какие-то шишки, какие-то цветочки. И когда у нас дома есть живые цветы, я очень часто с цветами, с живыми фоткаю, да, работы. Вот, что еще использую? Какие-то кружки, какие-то даже шляпы. Ну, в общем, что-то такое, чем я и так в жизни пользуюсь. Вот. Зимой еще также я, знаете, что собирала? Когда продавали елки на Новый год, вокруг было же очень много вот этих вот каких-то кусочков, веточек, да, вот этого мусора, так скажем. Я вот их тоже собирала, эти веточки приносила домой, вот, и тоже их использовала для фоток. Так, следующий вопрос. Иногда не кажется, что вязание все же для людей в возрасте. У меня иногда бывает такое ощущение, и немного неудобно перед сверстниками. Может, у вас есть советы, как с этим бороться? Я, к сожалению, не знаю, сколько вам лет, может быть, вы подросток, и тогда, конечно, в этом возрасте все очень остро ощущается. Я себя тоже помню в этом возрасте, когда, например, я стеснялась, допустим, сказать о том, какую музыку я слушаю. Я, там, не знаю, лет в 14 я слушала, там, не знаю, Высоцкого и Митяева, а все вокруг слушали Рамштайн и Эминема. И, как бы, мне было неудобно. Но, когда ты вырастаешь, ты как-то, как личность, утверждаешься, что ли, и ты уже понимаешь, что это твоя особенность, это твоя фишка, и это круто. Нужно просто искать людей, которые твои единомышленники, которые тебя будут понимать. Вот. А что я еще хочу по этому поводу сказать? Я скажу, что сейчас вы посмотрите в Инстаграме, сколько много молодых классных вязальщиц, которые вяжут игрушки, потрясающие купальники, свитера, шапки. И, честно говоря, мне кажется, это сейчас все выглядит настолько современно и классно, что это сейчас даже очень-очень круто. Вот. И каждый раз, когда вам почему-то стыдно за то, что вы делаете, нужно задавать себе вопрос, делаю ли я что-то плохое сейчас, делаю ли я что-то постыдное. Что-то, что-то, ну, что-то отрицательное. Если ответ нет, значит, ваш стыд, он неестественен и он ненормален. То есть должно быть стыдно совершать какие-то плохие поступки, а вязание, это нет ничего плохого, поэтому вам не должно быть стыдно. Это у вас, значит, уже, с этим уже нужно работать, потому что это ненормально. У меня сейчас такого нет абсолютно. Так. А, и еще также хочу тут добавить, что это качество лидера делать то, что считаешь нужным, потому что я уже говорила как-то, что лидер — это не тот, который за собой ведет, а не тот, за которым люди идут. И одно из очень важных лидерских качеств — делать именно то, что считаете вы. Так что подумайте об этом тоже. Так, следующий вопрос. «Хотела предложить рубрику для видео вашей работы по моим описаниям и лучшее, по твоему мнению, показывать видео, то есть вставлять их фото и называть авторов. Интереснее будет, если это будут не только мастер-классы из книги, но и все твои. Ответь, пожалуйста, видео, как тебе эта идея?» Это очень интересная идея. Может быть, это не целое видео, да, этому посвящать, а, возможно, после ролика, да, какие-то вот такие вот вставлять, вставочки делать. Почему нет? Я думаю, что я над этим подумаю, и потому что я очень часто в сториз выставляю работы по моим мастер-классам. Так что подписывайтесь на мой инстаграм тоже. Вопрос. «Оля, вы идете по пути, так сказать, карьерного роста. Просто вязали игрушки, канал на ютубе, мастер-классы, теперь книга. А что дальше? Какая ваша цель дальше?» На самом деле этот вопрос заставил меня задуматься, потому что как-то я... У меня не было цели написать книгу, у меня не было цели... Да, у меня была эта мечта, у меня было это желание, но я специально для этого ничего не делала. Но я работала в этом направлении так, что это стало всё возможным, и это стало всё естественным. Поэтому если сейчас говорить про какие-то мои такие глобальные цели... Мне, в принципе, понравилось работать над книгой, и я думаю, что я совершенно не против когда-нибудь ещё этим заниматься, потому что мне эта работа показалась очень интересной. Поэтому, да, почему бы нет? Потом, конечно же, мне хочется развивать свой канал на ютубе. Мне хочется... У меня даже ещё пока 100 тысяч подписчиков нет. Конечно, мне хочется серебряную кнопку, мне хочется и миллион подписчиков, мне хочется и золотую кнопку. Мне хочется дальше развиваться. Я пока не знаю, во что это может вылиться, потому что... Порой мы даже не можем себе представить, во что это всё превратится. Когда я начинала вязать свои игрушки и выкладывать видео на ютубе, у меня не было каких-то чётких представлений. Я просто делала то, что считала нужным, и, в общем-то, всё это выливалось вот в такие вот результаты. Поэтому какой-то конкретной, определённой такой ощутимой, осязаемой цели я не могу назвать. Просто хочу работать дальше в тех направлениях, в которых я работаю. Конечно, хочется свой сайт и продолжать развиваться и делать то, что я уже делаю, стараться делать это ещё лучше. Так, следующий вопрос. Оля, расскажите, почему забросили лайв-канал? Планируете возобновлять на него съёмки? Пока не планирую возобновлять на него съёмки. Мне очень хотелось это попробовать. Мне казалось, что это моё. Но тот формат, в котором это было, я для себя поняла, попробовав, что это мне не подходит на данный момент, по крайней мере. Что это слишком личное. И я пока не готова вот к такой сокращённой дистанции. Я это так почувствовала. Не знаю, что будет в будущем. Мне хотелось бы иметь какой-то канал. Потому что вязание — это далеко не вся моя жизнь, на котором я могла бы говорить на какие-то другие темы. Но пока что я не могу себе это представить в голове. Может быть, я на что-то не могу решиться, не знаю. Но пока, во-первых, у меня просто не было времени физически. Я не могу заниматься двумя каналами и ещё другими делами. А во-вторых, всё-таки пока на данный момент, в том виде, в котором это было, я не готова открываться. Я не готова... Хотя там ничего такого не было, но для меня это уже слишком лично. Пока я хочу оставаться на YouTube вот в формате таком именно визуальном. То есть как это... Не лайфстайл, а именно какой-то профессиональный канал. Так. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас такие моменты, когда у вас никто ничего не покупал из игрушек? Что делали? Дальше продолжали выкладывать в интернет игрушки на продажу. У меня такое постоянно. И это, наверное, большая часть, когда у меня нет заказов. Ну, сейчас уже, конечно, нет. Но очень-очень долгое время заказов у меня было очень мало. И они были очень редкие, они были такие, знаете, как случайные. И я переживала, я отчаивалась. Я думала, ну что же я делаю не так? Но так как я не могу без этого, я просто продолжала делать. Продолжала пробовать что-то новое, какие-то новые площадки, новые какие-то способы. Смотрела разные, там, я не знаю, вебинары. И я просто продолжала делать. Потому что я как-то внутри себя, мне казалось, что если я буду что-то делать с упорством, и, как сказать, не останавливаясь, то в итоге это должно дать свои плоды. Но сейчас я все-таки прихожу больше к тому, что моя основная все-таки деятельность, это не работа с заказами, да, это не вязание игрушек на продажу, а это все-таки больше инфопродукт, да, то есть это мастер-классы и видео-мастер-классы, и там другие мастер-классы запечатанные. Вот, поэтому сейчас уже я поняла, ну, может быть, все-таки это не мое. Я не знаю, потому что даже сейчас заказов у меня их не так много. Вот, и, наверное, наверное, просто я не умею это делать, я не умею как-то продавать. Хотя я пыталась научиться, но... Но, с другой стороны, как-то, когда заказов очень много, такие периоды тоже бывают, я понимаю, что тогда я не успеваю работать над новыми идеями и работать над разработкой нового. Поэтому сейчас все у меня так в балансе. И, скажу вам честно, мне хочется в итоге прийти к тому, чтобы написать в своем инстаграме заголовок, что заказы не принимаю, и все-таки больше... И все-таки в основном заниматься разработкой новых мастер-классов, новых идей и съемкой видео. Вот, а продавать свои работы, просто чтобы... Которые у меня накапливаются, уже продавать их по факту готовности, вот. А заказы не брать. Честно вам скажу, сейчас я вот хочу к этому прийти. Так, идем дальше. Как познакомились с Эмили Фримен? Когда я начинала вести свой канал на YouTube, я знала только одного блогера, который тоже примерно в той же тематике снимает, как и я. Это была Эмили. И, конечно, я восхищалась ее работами, я восхищалась ее монтажом, и вообще ее классной картинкой. И она прям казалась, знаете, таким, прям быть профессионалом, до которого мне нужно расти и стремиться. Понятно, что у нас абсолютно разные стили, но я имею в виду вот в плане работы, да, в плане подачи, мне она очень нравилась. И она как-то написала мне комментарии под моим видео, у меня было столько счастья, вы знаете. Вот, и как-то мы так начали, по-моему, переписываться сначала в комментариях, немножко в сообщениях, как-то так. Вот, а потом Эмили мне рассказала про конкурс «Золотая пуговица», именно благодаря ей я подала свою заявку. Вот, и потом в этом конкурсе выиграла, приехала уже в Москву на вручение призов, на вручение дипломов, и там мы с ней познакомились вживую, пообщались, мы с ней провели практически, наверное, целый день потом. И я с такой теплотой вспоминаю этот день. Я очень счастлива, что я познакомилась с Эмили. Это удивительный, солнечный, добрый человек. Очень интересный, открытый, приятный. И вот так вот. Оля, мне очень нравятся твои зверята, спасибо большое. Хотелось бы узнать побольше о их создании, путь от идеи для воплощения ее в жизнь, как долго приходится экспериментировать, пока получится то, что хочется. У меня есть видео на канале, не так давно, кстати, я его снимала. По-моему, оно называется как-то что-то вроде, как я начала придумывать свои схемы. В общем, я оставлю тоже ссылочку на него. Там я прям вот подробно рассказываю, как вообще про всю свою историю, как я начала обидать игрушки, как потом я стала уже свои схемы придумывать. Здесь все, конечно, по-разному. Что-то получается прям сразу как-то легко, что-то нет, что-то прям вообще не получается. И я это забрасываю. Поэтому это такой, знаете, процесс творчества, который невозможно объяснить. Это все случается как-то само собой. Итак. Много ли денег тратится на пряжу, крючки или ты это экономно делаешь? Я вообще немного трачу денег на материалы, как-то так. Я веду свой личный учет финансов. И в графе материалы и инструменты у меня небольшая сумма совсем. Причем бывают месяцы, когда там прям почти что ноль. Поэтому я никогда не покупаю прям очень-очень много сразу там целыми упаковками. Как правило, все под заказ, все под идею. Вот. И был также вопрос, что я делаю с пряжей, которая мне не понравилась. Я обычно, если покупаю какую-то новую пряжу, я беру один моток. Вот. Чтобы если она мне не понравилась, то как бы куда-то ее упустить в другое место. Вот. Ну или там, не знаю, выбросить пряжу. Вот. Поэтому вот так вот. Эта статья не самая большая в моих расходах. Оля, а вы планируете вязать мифических животных и единорогов, к примеру? У меня уже было столько, мне кажется, единорогов. Есть у меня платный мастер-класс по вязанию единорога из плюшевой пряжи. Как-то в одном из влогов я оставляла схему единорога. Тоже я постараюсь найти. Оставляла схему под видео еще одного единорога, которого я вязала из пехорки детские новинки. Вот. И теперь еще в книге моей есть мастер-класс по вязанию зебры. И по этому же мастер-классу можно связать и единорога. Поэтому вот уже сколько. Каких еще мифических динозаврик есть также в книге, но это не совсем мифическое. Вот. А каких-то еще я даже не знаю. Какие еще бывают мифические животные? Я в этом не очень разбираюсь. Так. Хотели бы попробовать повязать пряжи из фикс-прайса? Или уже пробовали? Последнее время там появляется все больше и больше разных пряж. У меня приходят такие запросы, но я вам скажу честно, я не очень хочу это делать. Мне почему-то кажется, что она вся такая некачественная, и эта игрушка потом будет тоже некачественной. Что с ней сделать? Мне просто жалко тратить время, силу, да, там, свой труд на то, что потом будет не очень хорошего качества. Поэтому я думаю, что нет. Я, наверное, пока такое видео не планирую и не планирую пробовать такую пряжу. Так. И с какой пряжи связана овечка-мордочка? Это, верно, арт-джинс. Так, Оля, пряжа Минг, хочу попробовать. Скажи, там так же, как и у Софти, совсем не видно столбиков. Посмотрите мое видео, обзор пушистой пряжи. Там я сравниваю 6 видов пушистой пряжи. Там в том числе есть и Ярна от Минг, и Ализа Софти, и Аделия София. Так что там я все подробно об этом расскажу. Но если вкратце, то да, там действительно примерно так же, как и у Софти, ничего не видно, что вяжете. Вяжете вслепую. Так, тут такой длинный комментарий. Восхищаюсь вашей искренностью и простотой, при этом сильная и целеустремленная, четкая все по плану. Наверное, гармония везде и во всем один из ваших девизов. Честно, многому можно от вас научиться. Спасибо, что... Так, 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 а вопрос такой. Хотелось бы задать. Совершали ли вы в своей жизни смелые поступки, хулиганские, неожиданные для себя и окружающих? Я, например, отличница двумя высшими, сейчас в декрете. Планирую переход в следующий. Короче, всегда все по правилам, с ответственностью делаю. Иногда хочется вырваться из рамок и оторваться в хорошем смысле. Ощутить ярчайших эмоций. Ну, во-первых, большое спасибо за приятные слова, за комплименты по поводу сильной и целеустремленной, четкой все по плану. Гармония везде и во всем мой девиз. Это то, к чему я, конечно же, стремлюсь. Но то, что вы видите на видео, это неполная картина. Я на самом деле человек очень эмоциональный, вспыльчивый, раздражительный и очень, знаете, очень склонный к переживаниям, к самокопаниям и даже к разным депрессивным состояниям. Да, вот, поэтому я не скажу, что у меня там внутри, у меня какая-то гармония. Это не так, но я, конечно же, к ней стремлюсь. Смелые, хулиганские и неожиданные для себя поступки. Я бы не стала все это ставить на один уровень, потому что смелые, неожиданные, это можно воспринять как положительные, да, ключи, а хулиганские. Все-таки я расцениваю как что-то деструктивное. Во-первых, я с самого детства была осторожным ребенком. Вообще, осторожность — это мое второе имя. Я никогда не лазила по крышам, по каким-то деревьям. Ну вот сколько себя помню, я почему-то была осознанным таким ребенком, и я понимала, что это небезопасно. Я не буду делать то, что небезопасно. Я, как правило, не встревала в какие-то истории. Мне не хотелось таких эмоций, потому что яркие эмоции, они тоже бывают, как вы понимаете, разные, да. И очень часто, когда говорят, что в жизни нужно все попробовать, имеется в виду все плохое. Я так не считаю. По поводу смелых поступков. Я считаю, что, ну, по крайней мере для меня, вообще я человек, как я уже сказала, очень осторожный, и я не люблю риск, я не люблю, как это называется, экстрим, это вот вообще не мое. Я все-таки больше такой человек, я не люблю, в общем, рисковать. Но достаточно смелым для меня был поступок уйти с работы, уйти с работы в никуда. Естественно, очень мало кто меня тогда поддержал, и очень мало кто меня понял, особенно из каких-то людей более старшего поколения. И это было непросто, вот. Завести свой канал на YouTube для меня было очень непросто. Очень-очень сложно и очень страшно, я считаю. Это тоже своего рода смелым поступком. Вообще, в принципе, как-то в своей жизни сейчас я не скажу, что я живу по каким-то таким общепринятым правилам, да. И очень часто какие-то наши с мужем решения тоже как-то подвергаются осуждению. Поэтому я не могу сказать, что я живу по какому-то плану, по которому все живут. Нет, я сейчас стараюсь все-таки видеть свой путь, да, и жить так, как хочется мне, да, как хочется нам. Потому что, к примеру, в основном все те, кто вяжет игрушки крючком, пришли к этому в декрете, да. У меня такого не было. Я не хотела работать на той работе, где я работала, поэтому я с нее ушла и стала искать себя. Искать себя пришла к вязанию игрушек детских, да, хотя детей у меня нет. То есть я не совсем такой классический случай. Поэтому по поводу хулиганских поступков я считаю, что это... Какой в этом смысл? Если вам хочется чего-то такого, каких-то ярчайших эмоций, ну, не знаю, возможно, что-то... Возможно, что-то в вашей жизни вас не устраивает. Не знаю. Интересный вопрос меня заставил задуматься. Вообще, я тоже до какого-то класса была отличницей, и я всегда училась на 4-5, в основном у меня были пятерки, и в институте я прям как-то действительно жила прям вот... Я думала, что сейчас я закончу университет, устроюсь на какую-то работу, буду там все же свою работать. Но в какой-то момент я поняла, что мне не нравится то, где я сейчас нахожусь, и нужно как-то из этого вырваться, из этого круга, да, и услышать свои желания и свои потребности. Имея в виду ярчайшие эмоции, нужно быть очень осторожным, чтобы не иметь здесь в виду какие-то негативные эмоции. Потому что у меня было такое, знаете, наверное, лет 18-19. Мне вот хотелось прям чего-то такого яркого и необычного, но потом я как-то быстро поняла, что не всегда яркие эмоции должны быть негативными. вот так. И может быть то, что мне в 18 лет казалось скучным, уже там в 22-23, мне казалось классным. Вот. Не знаю, как смогла ли я донести эту мысль. Я себя сейчас не ощущаю в каких-то рамках. все свои рамки я выставляю для себя сама, самостоятельно. Вот, наверное, вот так. И в моей жизни ярчайших эмоций полно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова